Что 70% у них как тупо нет, они не готовы, а 30% субъективный фактор, который означает тому, что они немного рассчитывали на иной ход этой войны. В частности, они рассчитывали, что путинская Россия будет более крепкой, кажется более крепкой, провоюет куда-то до 24-го. Что непосредственно скажется на результатах выборов в России, чтобы Путин не победил, не дай в выборах в Америке. Чтобы победил тот, кому надо победить. Уж не знаю, кого они считают таковыми. На российская, путинская Россия проиграла очень быстро, гораздо быстрее, чем они рассчитывали. И в мире образовался вакуум в силу того, что она начала свои щупальцы втягивать в себя, просто потому что не может влиять. И этим вакуумом немедленно воспользовалась Индия, Китай, Турция, Европа. Возможно, некоторые дубы, Саудовская Аравия и так далее. Они теряют контроль, американцы, над очень многими процессами в мире. И это страшно беспокоит. Они сейчас меняют свои стратегические планы, перепланируют. Это перепланирование занимает время. И в этот момент они не знают, куда их выворачивать. Это время делиться ключевыми вооружениями. Это слишком сильно влияет на ситуацию, которую они и так мало управляют. Например, в 16-м нам поставят. Поэтому я думаю, что по 8-м числа будут выборы. По результатам этих выборов у них где-то стоит, посидит месяцок, подумает, придумает новые планы. И потом будет переформатирование резко всей американской политики. На ключевых направлениях. Например, это может выразиться в том, что они либо подсократят нам, мы поставляем вооружение, во что я в принципе не верю, либо радикально увеличат. Ну, радикально до известной степени. Например, дадут такие-то авиации, или дадут, например, бронетехнику, или еще что-нибудь. Или просто объемы увеличат и прочее. А пока они в стадии непонимания, куда вообще поворачиваться вся ситуация. Особенно, я так понимаю, их поразила возросшая активность Европы. Самостоятельная игра, которая затеяла Европа. Они этого абсолютно не ожидали. Не того, что практически происходит. Европа 3 миллиарда дала Украине на вооружение. Активно вмешивается в наш кризис. Ну, с точки зрения Европы кризиса, с нашей точки зрения война. И начала готовить наших бойцов, кроме Британии, Франции и Германии. А кроме того, статья Штаммайера показала, что Европа, по крайней мере, в лице Штаммайера, ключевого игрока, ключевого государства, поставила проблему возвращения в геополитику. Большого глобального возвращения. Что означает, в частности, что фраза была четко сказана Штаммайером, что мы больше не можем полагаться на американское обеспечение безопасности. Мы сами должны себя обеспечить. Это колоссально. Эту фразу все пропустили и подумали, что ну, так это же фигура речи. Это, на самом деле, колоссальное изменение во всем политике коллективного Запада. За 70 лет такого не было. И вот оно, наконец, настало. Американцы не успевают. Они завязли в внутренней повестке. Она обострена. Их немного расслабил визит по Лосина Тайвань. Они закрыли китайскую проблему, как они посчитали. И вдруг прилетела беда, откуда не ждали. В этих условиях поставка оружия – это всегда политическое решение, имеющее крупный вес. Они наверняка думают так. Ну, сейчас мы дадим Украине много вооружения. Они к февралю заканчивают войну, к марту. Победы. А в России начинается какая-нибудь гражданская война. Распад. А мы вообще готовы к этой ситуации?